В трёх тысячах километров от Калифорнии, США, был обнаружен дрейфующий остров из мусора площадью 700 квадратных километров, состоящий в основном из обломков, вызванных землетрясением 11 марта 2011 года. Частью обломков являются токсичные отходы после аварии на АЭС Фукусима. Как сделать так, чтобы в этом мире не было свалок мусора? Как сделать так, чтобы людям не приходилось устранять следствие? Ответ прост. Устранить причину. Безнравственность общества. Уборка мусора – это, конечно, хорошо. Но давайте реально посмотрим на мир. Множество организаций занимаются этим, но изменилось ли общество? Стал ли человек человечнее? Нет. Так, может быть, стоит перенаправить потенциал такого огромного числа людей на более важные вещи? На популяризации культурно-нравственных ценностей? На распространение в мире примеров доброты и человечности? Мусор, в первую очередь, – это негативные мысли в головах людей. Как сделать так, чтобы очистить планету от этого главного мусора – негативных мыслей? Ответ прост. Создать условия для преобладания в обществе позитива и человечности. Тогда и природа станет благосклоннее к людям. А решить такие мелочи, как горы мусора, смогут позволить новые технологии АЛЛАТРА науки. Благодаря исконной физике АЛЛАТРА человечество может совершить эволюционный скачок в науке, так как физика находится в основе естествознания. Исконная физика АЛЛАТРА позволяет проводить качественно новые исследования и совершать открытия в разных научных областях, производить точные расчёты практически без затрат. Безусловно, эти эволюционные знания дают возможность качественно по-новому развивать любые научные дисциплины, сделать грандиозные прорывы в квантовой физике, биофизике, химической физике, геофизике, астрофизике и так далее. Исследования в этих научных областях на основе знаний исконной физики АЛЛАТРА уже дали потрясающие результаты, в том числе и в сфере изучения новых технологий производства и получения неиссякаемой энергии. Знания исконной физики АЛЛАТРА открывают доступ к неисчерпаемому источнику энергии, которая есть везде, в том числе и в космическом пространстве. Это возобновляемая энергия, благодаря которой создаются элементарные частицы, происходит их движение и взаимодействие. Умение её получать, переводить из одного состояния в другое, открывает новый, безопасный, легко доступный для каждого человека источник альтернативной энергии. Потенциал данного нескончаемого источника энергии огромен. Он гораздо больше, стабильнее и безопаснее, чем потенциал Солнца или геотермальной энергии. Более того, при использовании этого источника отпадает необходимость накопления избыточной энергии и непосредственной её передачи потребителю для дальнейшего использования. Ведь эта энергия есть повсюду, и она может стать доступной здесь и сейчас каждому человеку при любых условиях, как на Земле, так и в космосе. Безусловно, это качественно изменит жизнь человеческой цивилизации в целом. Атомные электростанции исчезнут за ненадобностью. Нефть, газ и другие ныне известные источники энергии потеряют свою актуальность вследствие трудоемкости их добычи, хранения, исчерпаемости данных ресурсов, их экологической опасности. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!